Ребятки, всем привет! Меня зовут Дмитрий. Это канал о птицах, о птицеловстве, о содержании певчих птиц. В общем, давно меня не было. На ловлю я не ходил, потому что не давала погода. В выходной у меня всего лишь один день. Перед Новым годом у нас обрал такой. И, в общем, с ловли я никак не получалась. Но, тем не менее, без дела, как говорится, не сидел. Появился момент такой, заняться небольшим таким проектиком. Делал садочки. Как вы помните, в одной из моих ловль, походу, на охоту, так скажем, я показывал вот такой вот садочек. Он сделан из оргстекла. Весит он где-то примерно, если не соврать, так, грамм 400, наверное, точно. Оргстекло толщиной 6 миллиметров. И мне не понравилось то, что он такой тяжелый. Я все равно его делал на пробу, как бы, посмотреть. Как говорится, не пощупаешь, не поймешь. Делал его на пробу, чтобы посмотреть, как в нем птица будет смотреться, как вести себя будет, пугается ли птица ее или нет. И, в общем, решил сделать себе несколько садочков. Такое, как, типа, чемоданчика, кейса, видового такого для канареек. Кстати, появилась у меня канарейка. Ну, по ходу видео буду вставлять снятое уже видео. Там, здесь же стояла у меня канареечка. Снимал ее. Подарил мне ее Ярослав. Познакомились мы с ним. Он смотрел мои ролики тоже. Оказалось, что живет в Москве. Ну, в общем, я ему подарил два щегла. Он мне подарил канарейку. За что им большое спасибо. Канарейка вообще классная, поет. Чувствует себя отлично. Ну, в прошлый раз здесь я снимал. Здесь холодновато. Это предбанник. Сейчас вот градусник показывает. Два градуса тепла. На улице минус один. Ну, то есть, это неотапливаемое помещение. Ну, птица себя чувствует здесь достойно, нормально. Не включая отопление, потому что на улице, если птица манная живет, ну, так сказать, манки живут в теплом помещении, и когда их выносишь на мороз, они себя плохо чувствуют. В общем, ловли никакой не получится. Максимум, там, час-полтора, и птицу надо обратно домой заносить. Так как она уже к теплу привыкает. Так что, если есть возможность держать птицу в прохладном помещении, не говорю там в морозном и, ну, в прохладном, если есть у кого-то, вот, как эта постройка здесь отдельная от дома, то, конечно, лесную птицу желательно держать зимой, вот при такой температуре, там, выше нуля, конечно. Ну, минус, они, конечно, естественно, спокойно держат, но просто замерзает вода. Ну, на этот счет у меня есть пару идей. Сначала попробую, а потом озвучу. Итак, в общем, сделал я... Затем, это был, как я говорил, мой первый садочек. Показался отлично, но единственное тяжелый. Он немножко низковатый. Затем, вот, я сделал вот такой вот садочек. Дверь открывается таким образом. Сделал под пальцы такие провязи, чтобы спокойненько открывалось все. Ну, в оконцове тоже вставлю видео, так пооткрываю и вблизи посмотрите. Сделаем таким образом. Вот здесь две такие салазочки. Это 40 стекла, но уже толщина его 3 мм. Весит он раза в 3, наверное, меньше. Весит, ну, грамм, наверное, 100, может быть, 150. Точно не могу сказать. Сделал немножко повыше, чтобы птичка красивее в нем смотрелась. Так, мне нравится, когда птица на вытянутых ногах. Красиво смотрится. Здесь вот, конечно, маловатый садочек. Немножко не рассчитал с размерами. Ну, и по длине немножко больше сделал. В общем, идея была такая, что, как и говорил, будет сделан чемоданчик, и в нем будет, в этом чемоданчике будет стоять друг на друге 4 или 6 садков. Там уже видно будет. Когда сделаю все, в оконцове обязательно тоже покажу. Ну, и решил немножко дальше зайти. И сделал садочек вот с таким узором. Не знаю, на камере сейчас будет видно, но в конце говорил, покажу. Это градировку сделал в стиле старославянском, таком, если знаете, есть стиль такой старорусский, старославянский. Хохлома. Ну, он, конечно... Хохлома там присутствует черный, красный, золотистые цвета. Ну, рисунок взял именно со стиля хохлома. Его просто выкроверено, сделана гравировка на оргстекле. Тоже смотрится так прикольно. Так, чисто, так скажем, по-русски. Мне очень нравится. Вообще мне нравится русско-славянский стиль. Все резное, ну, именно старое. Не то, что сейчас, а то, что делали, так скажем, наши предки. Ну, вот такие вот два садка. Все остальные будут тоже с гравировочкой. Ну, именно все будут одинаковые. Смотрится классно, мне очень нравится. В общем, вот такие новости. Планирую в субботу выйти на ловлю. Дай бог все, погода будет нормальная. Все получится. Выйдем, планирую выйти с другом. Ну, если с другом не получится, то выйду в воскресенье, наверное, половлю. Уже сам соскучился по ловле. В общем, вот такие новости. Если кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Ну, если кому не понравилось, обязательно напишите комментарий, что не понравилось. Ну, постараюсь там что-то новое в следующий раз показать. На заднем плане все те же самые птички, щегол, чечетки. Четыре чечетки у меня, кстати. Прослушал, все абсолютно поют. Все поют классно. Так что на этой неделе, до понедельника, двух собираюсь отпустить. В общем, если кто поблизости живет, пишите. Подарю, в общем, две чечетки, если кому надо. Не за деньги, просто так. Как и мультики, просто так. В общем, с вами был Дмитрий. Надеюсь, рады были меня слышать. Всем удачки, пока и добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok